Масштабные мероприятия, посвященные празднованию в Печенском округе, длились два дня. Для детей организовывали фестиваль уличного баскетбола, тик-ток-вечеринку и целое байк-шоу. По традиции профессиональные праздники в компании отмечают большим количеством спортивных состязаний. На баскетбольной площадке около спорткомплекса «Дельфин» дети и взрослые упражнялись мячами. Началось все с шоу баскетбольного фристайла. Таких людей, которые не только могут показать результат в данном контесте, но умело управляются с мячом, примерно 10 человек в стране. Крутили мячи на кепках, ключах и банковских картах. Я не засекал, но можно крутить очень долго, если его подкручивать. Вот так. Очень долго можно стоять. Насколько хватит силы твоих рук просто. Вот можно час стоять и все. А если его не раскручивать, то не больше минуты, я думаю. Если мы начнем с поверхности, что Норникель является владельцем баскетбольного клуба ЦСХ, но также в компании, если говорить о нас, здесь о Манчегорске, о Заполярном баскетбол очень ценят, очень в почете, нам это очень греет душу. Все замечательно. Они прям зашкаливают. Такое шоу нам устроили, получается, люди, которые танками занимаются. Я вам не скажу, как часто это происходит, но если это бы происходило каждый день, было бы вообще шикарно. Особой частью праздника стал силовой турнир «Тропа героев. Веселый шахтер». Они всегда проходили в рамках рудника «Аула» и шахта «Рудник Северный» и соревновались между собой. И в этом году было принято решение, что мы увеличиваем формат. В этом году принимают участие все желающие. О том, что будет на соревнованиях, участники узнали только за 10 минут до старта. Вообще ничего не знаю. Даже не имею представления, я вижу какие-то полосы препятствий, гувалды, груши. А так не имею представления, что будет. Мы не предполагали, но настроены. Что значит не предполагали? Не ожидали, конечно, что будет так, потому что в прошлые годы «Веселый шахтер» было совсем по-другому. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За два дня жители города Горняков и гости смогли посетить тикток-вечеринку и детский интерактивный спектакль. Научиться танцевать на мастер-классах, попробовать праздничное меню на фудкорте. Вечером на центральной площади состоялось байк-шоу и концерт, а жители Заполярного с Днем Горняка поздравили артисты российской эстрады. Профессия Горняка одна из самых трудных и опасных, но она очень важна для стабильной работы многих отраслей. Это романтика для сильных духом людей. И я поздравляю вас с этим праздником. Я желаю вам процветания, любви и счастья. И пусть дома вас всегда ждут любимые и самые родные. Шахтер все-таки профессия такая настоящая, мужская профессия. Ну, знаете, музыкант может там не ту ноту взять, ну, там сделать какое-то лицо и что-то исправить. Шахта, она ошибок не прощает, поэтому вы люди все серьезные, сосредоточенные. Время не ждет и не отпускает. И снова зеркало врет. По утрам уверен. Даже я побывал на многих фестивалях, но такого количества людей, как здесь, на центральной площади УДК в Заполярном, я давно не видел. Даже на некоторых мероприятиях в Мурманске собираются гораздо меньше народу. Данил Скуратов, Максим Чинкин, Павел Удалов, ТВ21+, Заполярный.